МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнем со спортивного турнира. Продолжаются игры за звание чемпиона города по баскетболу. И вот результат прошедших игр. Дюш проиграл Союзу 75-91. Энергия также уступила в матче с профтехучилищем 71-76. А Энергия оказалась сильнее команды Полет. 67-59. Кубок России по парашютно-горнолыжному двоеборю прошел в Челябинске. На соревнованиях было представлено 5 мужских и 6 женских команд. Это 35 спортсменов из 11 регионов России. Команда Нижегородской области, в состав которой помимо тренера мастера спорта международного класса Кирилла Тюпанова, вошел через саровчанин, а получивший недавно звание мастера спорта Иван Гусикин. Завоевалось серебро. В Сарове прошел традиционный кубок города по дартсу. В соревнованиях приняли участие спортсмены в НИЭФ. В метане дротиков, точнее других, был Сергей Кунавин. Пока мы с вами готовимся к Новому году, в Чусовом это Пермский край прошел второй этап Кубка России по лыжным гонкам. По традиции в нем приняли участие лыжники Саровского с Дюшора. В результате двухдневного соревнования у Марии Козякаевой бронзовая награда на дистанции 10 км в свободном стиле. У Артема Мальцева серебро среди мужчин на дистанции 15 км в свободном стиле. В заключительный день соревнований спортсмены состязались при сьюте классическим стилем. И лучшим среди мужчин вновь оказался Артем Мальцев, обыгравший ближайшего представителя на 19 секунд. А пока далеко за пределами Сарова шли лыжные баталии, на территории нашего ЗАТО прошли соревнования, посвященные открытию лыжного сезона. Все подробности у Елены Грицковой. В день открытия сезона традиционно провели первые лыжные старты. Сначала бежали самые маленькие мальчишки и девчонки 2009 года рождения. Затем юниоры завершали соревнования участниками Федерации лыжного спорта нашего города. Очень хорошо, что и воспитанников очень много пришло, потому что и погода позволяет. И в принципе снег выпал достаточно рано, уже покатались ребята, и поэтому мы можем проводить смело соревнования. 10 секунд ожидания на старте, и вот уже спортсмены, рассекая пушистый снег, набирают скорость и скрываются за поворотом. Это первый старт, это предварительный, поэтому сейчас, конечно, не все готовы показать хороший результат, но тем не менее, даже по сравнению, ну, посмотреть на себя, по сравнению даже хотя бы с прошлым годом. Первые лыжные соревнования сезона 2018-2019 показали, кто и как готовился к сезону, так как важна не только хорошая физическая форма спортсменов, но и снаряжение, которое тоже должно быть готовым к значительным нагрузкам. 16 декабря в Дзержинске состоялся всероссийский турнир по рукопашному бою, на котором разыграли путевки на первенство России в четырех возрастных группах. Воспитанники Дюш и Кар, Андрей Малыгин, Сергей Глазков, Дмитрий Мирюков заняли вторые места. Все три спортсмена прошли отбор и будут выступать на первенстве России в Волгограде в апреле 2019 года. Со спортсменами встретилась Ирина Башегородцева и расспросила все подробности. Андрей Малыгин занимается в секции рукопашного боя уже восемь лет. За его плечами участие в областных и всероссийских соревнованиях. В этом году он впервые выступал на турнире в новой весовой категории и занял второе место. Самым сложным для спортсмена стало ожидание выхода на ринг. Мы должны были биться в первый день соревнований, но нас не прогнали наш вес. И получилось так, что я весь день прогорел и на следующий день только начал биться. Это уже у меня упадок сил был большой. С серебряной медалью домой приехал и Дмитрий Мирюков. Молодому спортсмену пришлось встретиться сразу с тремя соперниками. Первых двух одолеть ему не составило никакого труда, а вот третьему борцу пришлось уступить. Несмотря на то, что Дима на всероссийских соревнованиях выступал впервые, результатом молодой человек доволен. Я получил там большой опыт. Второе место – это хорошо, но буду стремиться к первому, буду тренироваться больше. Всероссийский турнир по рукопашному бою в Дзержинске проходит традиционно. В этом году в нём приняли участие более 600 спортсменов со всех уголков России. Наш город на турнире представили 8 спортсменов. Всех ребят подготовил тренер спортивной школы ИКАР Валерий Трубин. Они крупные, эти соревнования считаются. Было 43 города России и 24 области, 24 региона. Поэтому он всегда проводится ежегодно, этот турнир. Он считается одним из сильнейших турниров нашей в России. Также на соревнованиях в Дзержинске вторым стал ещё один воспитанник Дюши Кар Сергей Глазков. Всем призёрам турнира вручили путёвки на первенство России, которое пройдёт в следующем году в Волгограде. Стало уже хорошей традицией у жителей нашего города, работающих в РФЯЦ, вне впроводить досуг с пользой для души и тела. На неделе они вместе со своими семьями и друзьями заполнили площадку Ледового дворца. За ними наблюдала Екатерина Апёнова. Сегодня в Ледовом дворце жарко. Молодёжная комиссия при правкоме завода «Авангард» устроила заводчанам настоящий праздник с играми, конкурсами, шоу мыльных пузырей и выступлением Деда Мороза и Снегурочки. Давайте узнаем, как настроение у гостей сегодняшнего вечера. Сегодня мы пришли наконец-то на лёд за долгое время. Здесь очень весело, хорошая атмосфера. Я сюда сегодня встречалась с мамой и с друзьями. Спасибо огромное всем за такое классное мероприятие. Я хотела бы сказать спасибо всем администраторам, потому что оно получилось правда веселым, не забываемым, было очень много конкурсов. У меня хорошее настроение, здесь очень весело и больше всего мне понравилось мыльное шоу. Праздничное настроение гостям Ледового праздника дарили Дед Мороз и Снегурочка. Для детей проходили различные конкурсы, а изюминкой вечера стал шоу мыльных пузырей. Я хотела поблагодарить нашу молодёжную комиссию, организаторов этого мероприятия. Вообще они у нас большие молодцы. Они проводят очень много интереснейших мероприятий в году. И это одно из них. На лёд вышли более 200 человек. Работники завода «Авангард», члены профсоюза, их супруги и дети. Не обошлось без приглашённых гостей. К заводчанам присоединились депутаты городской думы Антон Ульянов и Евгений Данченко. Здесь же объединены люди с одного завода, завода «Авангард». Они встречаются в неформальной обстановке, непринуждённые, общаются, знакомятся с детьми, дети друг с другом знакомятся. То есть это такой хороший семейный вечерний досуг великолепный. На самом деле, такие мероприятия надо почаще проводить. Почему? Потому что, во-первых, взрослые дети занимаются спортом. Спорт – это здоровье. Ну а во-вторых, такие мероприятия они как-то сплочают. И люди начинают больше общаться между собой. Катание на коньках подарило саровчанам море положительных эмоций и хорошего настроения. В планах организаторов сделать подобные праздники традиционными. И ещё немного про ледовые виды спорта. Саровские любители СХК «Саров Инвест» провели матч с шестого тура чемпионата Нижегородской области по хоккею среди команд высшей лиги. И к радости болельщиков не оставили соперникам из «Сокольских медведей» ни единого шанса. Все подробности в репортаже Ирины Вышегородцевой. Команда «Саров Инвест» пока находится на четвёртой строчке турнирной таблицы. Встреча с аутсайдером турнира не сильно беспокоила спортсменов. Хоккеисты были уверены, что победа в этом матче будет за ними. Уже на первых минутах встречи команда «Саров Инвест» взяла инициативу в свои руки и распечатала ворота «Сокольских медведей». До конца периода наши спортсмены успели оформить ещё шесть шайб. На перерыв команды ушли со счётом 7-0. У нас, не знаю, ребята вышли, растерялись как-то сначала. Я пытался их зарядить как бы на игру в раздевалке. По поводу первого периода не получилось. Во втором периоде саровчане отправили в ворота противника ещё семь шайб. А в третьем окончательно закрепили свои преимущества и закончили игру с разгромным счётом 18-0. Игра прошла в целом неплохо. Концовка третьего периода уже, там, шалтай-болтай начался. Там, понимаете, сами счёт уже такой. А так всё неплохо. Помогли вратарям. Они нам помогли. Сыграли на ноль. Вот, всех с победой. Поддержать любимую команду приходят болельщики разного возраста. Некоторые горожане следят за играми наших спортсменов не первый сезон. И кто-то даже успевает давать с трибун хоккеистам дельные советы. Во-первых, они очень хорошо играют. То, что в обмене они ведут по воротам. То есть, техника игры интересна. Ну, разные соперники, конечно. Нормальные комбинации. Правда, даже в пустые ворота иногда не забывают. Ну, играют в силу своих возможностей. Следующую игру команда «Саров Инвест» проведёт на выезде 22 декабря. Спортсмены скрестят клюшки с хоккеистами из Градца. Начало встречи в 13.00. Следить за игрой можно будет в онлайн-режиме в официальной группе хоккейного клуба «Саров Инвест» ВКонтакте. Такой была эта спортивная неделя в Сарове, состоящая из побед и поражений, успехов и неудач. Хотите быть в курсе всех наших новостей, первым узнавать самую актуальную информацию или быть героем наших сюжетов и программ? Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и Одноклассники. Всем побед! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова